Игорь из Большой Мурты интересуется. В прошлом месяце я заключил договор купли-продажи на покупку автомобиля, но позже узнал, что на него наложен запрет регистрационных действий. Могу ли я теперь отказаться от этой машины и попробовать вернуть свои деньги? Безусловно, можете, так как в соответствии с гражданским законодательством продавец обязан передать товар покупателю свободным от прав третьих лиц, если вы сами, конечно, не выразили согласия приобрести товар с имеющимся обременением. Вам необходимо обратиться в суд со своими заявлениями с требованием о расторжении договора купли-продажи. Если будет доказано, что вы не знали и не должны были знать о существующем обременении, суд, безусловно, примет вашу сторону и удовлетворит заявленные требованиями. Александр Исканско спрашивает. Решение суда по поводу возврата долга с физического лица вступило в силу в 2012 году. За прошедший период приставы второй раз прекращают дело в связи с отсутствием имущества у должника. Можно ли подать в суд на бездействие приставов? Вы вправе обратиться в суд с административным иском с требованием признать бездействие судебного пристава исполнительными законами и обязыванием его устранить допущенное нарушение путем осуществления действий, направленных на исполнение решения суда и достижения соответствующего результата. Будет ли при этом достигнуть какой-то результат – это отдельный вопрос, однако право для обращения в суд у вас имеется. Елена из Красноярска спрашивает. Дедушка моей знакомой заключил договор с благотворительной организацией, по которому завещал свою квартиру взамен на пожизненную выплату ему половины суммы от пенсии. Через 4 года дед скончался, оформит наследство на внучку. Организация собирается обращаться в суд. Чего от этого ожидать? Тут важно понимать, что когда человек подписывает такой договор, впрочем, как и любой договор, он принимает на себя обязательства по их исполнению. Скорее всего, это был договор пожизненной ренты. Если другая сторона по договору добросовестно выполняла свои обязательства и неисправно перечисляла денежные средства, а дедушка в нарушении условий договора распорядился своим имуществом, то эта организация вправе обратиться в суд с требованием о расторжении договора, при этом сторона возвращается в первичное положение. Но, принимая во внимание то, что дедушки уже не существует, его наследник обязан будет выплатить организации всю денежную сумму, которую она перечисляла дедушке за весь период действия договора. Однако, если при заключении договора было также подписано соглашение о переходе права собственности на невижимое имущество в случае смерти наследодателя, то в этом случае такое завещание может быть также признано судом недействительным, поскольку наследодатель не вправе был распорядиться этим имуществом. Рубрика подготовлена при поддержке Красноярского регионального отделения Ассоциаций юристов России.